Добрый вечер Мы снова в Сочи Вы не представляете, как я ждала Этой встречи Я парня из армии так не ждала И вы соскучились Правда, я сегодня это почувствовала Прогулялась по набережной Сочи Ну, непередаваемое ощущение Мне кажется, что столько автографов Я еще в своей жизни не раздавала А сколько фотографий И так, и сяк, и стоя, и сидя, и в обнимку И с поцелуйчиком В какой-то момент я почувствовала, что меня возненавидела Обезьяна и попугай Еще бы, такая конкуренция Но тут все объяснимо Они-то за деньги фотографируются А со мной бесплатно Красота Вы не представляете, какая очередь выстроилась Люди подходили с комплиментами Но чаще всего я слышала Такую фразу Воробей, как приятно вас видеть живьем Для меня После перенесенного коронавируса Эта фраза обрела новый смысл А на втором месте по популярности Следующая фраза Воробей Вас можно поздравить Я задумалась Я говорю, ну смотря с чем В принципе, много поводов для поздравлений Над Сочи наконец-то солнце Раз Порой ПЦР-тест отрицательный Сахар не обнаружен В конце концов Много поводов для радости Говорят, да нет Мы слышали, что вы замуж вышли Я не понимаю, почему меня так истово пытаются выдать замуж Не понимаю Хотя знаю, откуда это пошло С Гальцева Да-да, с того самого дуэта Ну возьмите меня Нас сразу в народе поженили Первые гастроли Первая гостиница Директор отеля Привечала нас хлеб-соль Лучший номер в отеле Ребятушки, я вас обожаю Какой мы приготовили вам номер Читаю Для новобрачных Я говорю, спасибо огромное Ну можно все-таки два раздельных Она меня в сторонку отводит Говорит Что, уже поругались? Ну нравится выдавать меня замуж Я, когда читаю новости в желтой прессе Про себя лично Я читаю какую-то увлекательную Приключенческую литературу Недавно прочла Воробей молодой любовник Моложе ее на 22 года Девчонки Я вам честно скажу Я, как девушка С небольшим пробегом Давно пришла к выводу Эх, доставайте ручки Записывайте Чем моложе любовник Тем тяжелее одышка А оно нам нужно Все на наших плечах Береги дыхание, дуреха Это что? Я же тоже веду свой инстаграм Я тоже в соцсетях Мне недавно в личку Мужчина написал сообщение Елена, вы такая интересная женщина Хочу познакомиться с вами поближе Я говорю, ну я тоже хотела бы Хоть что-то узнать о вас Коротенечко о себе Ребята, короче, я не видела Он написал следующее 160 80 18 Вы не представляете Какие мысли витали в моей голове Он отвечает Елена, о чем вы? 160 на 80 Это давление А 18 Это сахар Да Через год Увидеть зрителей Это большое счастье И большая ответственность Вы не представляете Как мы готовились Я думала Ну какие новые пародии делать? Какие новые имена на нашей эстраде? Какие новые персонажи? Мне кажется Самое главное событие этого года Это что Оле Бузовой Серьезно пострадала память Она забыла, где костер разводила Отбилась от дома 2 Изобрела вам хат Рифмы сразу Сразу появились в моей голове Да Согласитесь Господа Кто сейчас Только не поет Ведь раньше Пела я Одна Сейчас все У кого есть Рот Всюду Бузова 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 Днем и ночью О ней говорят Так удачно Сбежала из дома 2 Что недавно Проникла В Амхат Пусть Замидуют Злобные Сплетники Я В Амхат Ради Оли Пойду И поверьте Она В современнике Дебютирует В роли Му-му Эту старую Добрую Классику Оли Будет Не просто Сыграть Нежной Страстью Пылая Герасиму Ей По роли Придется Молчать Ломануться От потоки Желающих От Архангельска И до Курил Чтобы Видеть В софитах Сияющих Как Герасим Ее Утопил Спасибо огромное Это была моя мечта Моя мечта Сделать пародию На Олю Бузову И я об этом Обмолвилась Со своей подругой Лолитой Милявской Она сказала Не трожь ее А она Трудяшка Я говорю Ну честно Я не понимаю Это творчество Не понимаю Где такие Странные рифмы Где такие Странные мелодии Где такие Странные движения Капкап водится Так не годится Капкап водится Так не годится Она молодец Она плодовитая Конечно же Я подумала Если Ольга Бузова Не мой формат На кого же Сделать пародию Не замахнулся Не замахнуться ли На секс-символ Нашей эстрады Светлану Лободу У мужчин Глаза загорелись И я понимаю Ну если Оля такая Она вся Ровненькая Гладненькая Такая ровненькая А Светлана Я везде Так Везде Так Везде Так Знаешь Просто Я сама себе Говорю Ну чего Воробей Слава Сделать Пародию На Лободу И в этот момент Я как назло Рядом с зеркалом Проходила Так Слабо А почему Когда такие ноги Как в свете Раздавали Меня дома Не было Ёлки Какое ощущение Когда их все Раздавали Я вообще Всю Но я сама себе Сказал Так Это не важно Вообще Не важна Длина ног Важна манера И не только Голос Движение А моду На движение Задал еще Валерий Яковлевич Леонтьев Помните На дельтаплан Мой дельтаплан Дельтаплан Ну летел А многие-то помнят А у Светланы Лободы Движение есть Но какое Твои глаза Такие чистые Как небо Назад нельзя Я когда попробовал Думаю Как она это Два часа делает Песни разные Движение Одно Почему Такое Странное Движение Глаз Дергается Думаю Как хорошо Что она не поет Детские песни Как хорошо Потому что было бы Антошка Антошка Пойдем Друзья мои Друзья мои По вашей реакции Я поняла Вы Истасковались По артистам И наши чувства Взаимны Это что за фигня Вы сидите без меня Скажите почему Ведь концерта без бамбука Не бывает Напрягает Напрягают пародисты Гастролеры Аферисты Напрягают Все вокруг И одни и те же лица В тит-парадах Напрягают Я бы спел вам Про березу Про ольху И про мимозу Про сено И про дух Но ко мне Как банный лист Прилип бамбук Не отлипает От бамбука Люди просто От бамбука Уж рвутся Я не пел И не курил Что я здесь наговорил Эту песню сочинил Но я вас повеселил О-о-о-о Но я бамбус Пустой бамбус Я московский Пустой бамбус Ваш бамбус Нет, ну какой же фестиваль Без прямодумных Вот наше лекарство Наш главный врач Это вы О-о-о Только ты наш личный врач Тобой одной Болеем И живем От суеты Житейских Неудач Мы Как за спасением Зрителем Идем Для каждого из нас Большая честь На сцену Выходить Из-за кулис Какое счастье Что на свете есть Сочи Солнце Море Великое призвание Артист а Добрый день! Вы знаете, меня зовут Ирина. Я психолог. В последнее время ко мне обращаются за помощью все чаще и чаще. Ну а как же? Проблемы на работе, в семье. Ах, мы сейчас потому что живем во время дефицита человеческого общения. Вы знаете, мы перестали смотреть друг другу в глаза. Мы перестали любить друг друга, доверять друг другу. Вы знаете что? Сейчас вот те, кто сидят справа, посмотрите на тех, кто сидит слева. Ах, улыбнитесь друг другу. Боже, какие вы прекрасны. Как прекрасен мир. Вы знаете, у меня были разные пациенты. Один Бонапарт, два Наполеона и даже Чарли Чаплин. Ну, каждый из них был по-своему прекрасен. Вы знаете, я бы сейчас с удовольствием поработала с каждым из вас. Ну, или с вами со всеми вместе, но у меня по записи пациент. Давайте поприветствуем его аплодисментами. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Итак, начнем. Вы у нас кто? А по мне что, незаметно? Ну, давайте попробуем предположить. Может быть, черепаха. Ну, вот из мультика вот это. Я на солнышке лезу. Нет. Нет, да? Тогда может быть слон. Слон из басни Крылова, слон и моська. Холодно. Холодно, так. Тогда может быть чудовище из аленького цветочка. Нет. Тогда кто? Колобок-колобок. Очень хорошо. Колобок-колобок. То есть, я так понимаю, первый колобок это фамилия, второй колобок имя. Нет, и первый, и второй это имя. Колобок-колобок. Я же записываю, если вы что-нибудь читали. Да, извините. Колобок-колобок. А фамилия у вас есть? Да. Моя фамилия Сусекин. Сусекин, Колобок-колобок. Так, очень хороша отчество ваше как? А я не знаю. У меня не было ни отца, ни матери. Нет, ну, я понимаю. Сейчас вообще-то разные способы современного оплодотворения. Ну, ЭКО, суррогатное материнство, но без отца, без матери. Меня воспитали бабушка с дедушкой. Вот как. Скажите, у вас в роду были дрожжи? А я не знаю. Я вообще не знаю, откуда я взялся. Да уж. А если такое точно не принесут? Что? Ничего, это я так. Продолжайте. В общем, меня воспитали бабушка с дедушкой. Но я и от бабушки ушел, и от дедушки ушел. Вот! Хотите поговорить об этом? Да, давайте. Давайте. Почему вы ушли от бабушки и от дедушки? Ну, может быть, они не любили вас? Может быть, они как-то проявляли к вам мало внимания? Они просто использовали меня. Как вы это поняли? Ну, сначала все было хорошо. А потом, когда я подрос, дед стал брать меня с собой. Сначала я думал, что мы просто идем гулять. Так. Но потом я понял, что он берет меня с собой лишь только для того, чтобы со своими друзьями... Угу, угу. Простите, мне трудно об этом говорить. Чтоб со своими друзьями... Продолжайте, я с вами. Чтоб со своими друзьями играть вновь в футбол. Я никогда не забуду эти ржавые ворота. Эти грязные ботинки, эти восторженные хриплые возгласы. Гол, гол. А если я отказывался, то они... То они ставили меня коленями на кунжут. Какой ужас. И вы решили укатиться из дома? Нет. Сначала я терпел. Вот. Но потом я понял, что... Они видят во мне не личность. А хлебоболочные изделия. Тесто. Однажды, когда я спал, они... Они начали меня есть. Они думали, что я не замечу. А когда я неожиданно просыпался, Они, сыты улыбаясь, Уверяли, что просто... Что просто целуют меня на ночь. Так, скажите... У вас были... Проблемы только в семье? Если бы. В моей компании меня все называли Пряником, Пончиком. Шушукали за спиной, тыкали у меня пальцем. Да, я... Я не отказываюсь. Я немного слащавый. Люблю, знаете ли, ухаживать за собой, Выглядеть хорошо. Но я не пряник. Я не Пончик. Так, зайдем с другой стороны. Скажите, а у вас... Были отношения, ну... С пряниками, Пончиками? Конечно, нет. У меня вообще ни с кем не было отношений. Если... Если честно признаться, Я... До сих пор все ищу мякиш. Нет, ну, конечно же, Ко мне неоднократно приставали Всякие хинкали, пельмени. Даже равиоли. Но я нет, никогда. Вы слышите, никогда. Ну, скажите, неужели не было никого, кто бы мог вас защитить? К сожалению, никого. Ну, вот какие все вокруг? Злаки. Да. Да. А после того, как я ушел из дома, я... Я долго скитался. Я хотел устроиться на работу. Был натурщиком. Снимался для... Для кулинарных журналов. Без одежды. О, не он. Появились первые деньги. Слава. Я стал тайно посещать все эти злачные места. Булочные, кондитерские. Пристрастился нюхать сахарную пудру. Стал плесневеть. В итоге я... Разочаровался во всем. Вы потеряли вкус к жизни. Я потерял вкус к жизни. Так, давайте, знаете что? Давайте я выпишу, Бадьян, мускатный орех, душицу и обязательно звездщатый анис. Не поможет. Мне помогло. Вы не понимаете. Я зачерствел. Я для себя все в этой жизни решил. Выход только один. Пойти в лес, найти там лису. И пусть она меня съест. А крошки, оставшиеся после меня, склюют павлины. И споют реквием своему кормильцу. Одинокому. Никчемному. Мякишу с сухарю. Стойте. Стойте, не торопитесь. У меня срок годности скоро истекает. И, тем не менее, может быть, скромная корзиночка с кремом вернет вам вкус к жизни. Потому что идеальных людей не бывает. Цените тех, кто смог полюбить ваши недостатки. И жили они долго и счастливо. И нарожали еще много эклеров и ватрушек. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы так неожиданно, да еще с утра пораньше. Ну, почему же неожиданно? Я сдаю вам квартиру. Вы ее снимаете. Вот зашел посмотреть. Все ли в порядке. Надеюсь, уговор наш помните? Мужчин в гости не водите? Ой, ну что вы. Какие мужчины. Все как договаривались. Ну и хорошо. Солнышко, ну ты где там? Кто это? А, это... Брат. АПЛОДИСМЕНТЫ Брат? Ну да. С утра пораньше? Так получилось. Эй, красавица моя! Иди ко мне, дорогая! Точно, брат? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну да. Двоюродный. В гости зашел. Вот так вот, рано. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну ладно. Не буду вам тогда мешать. Пожалуй... АПЛОДИСМЕНТЫ Ну где там моя прекрасная малышка? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Малышка? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну да. Малышка. Он старший брат. А я младшая. Вот он меня так и называет. С детства. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну ладно. Малышка. Эй, перзик мой сладкий. АПЛОДИСМЕНТЫ Не понял. Ну... Это он персики принёс. Сладкие. Он на рынке работает. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну тогда ладно. Персики. Сладкие. Брат. Ну иди же ко мне, котёнок мой нежный. АПЛОДИСМЕНТЫ КОЧёнок? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Это он с кошкой играет. Котёнок. Маленький. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну ладно. С котёнком пусть... Рыбка моя золотая. Плыви ко мне скорее. АПЛОДИСМЕНТЫ С рыбками. А-а-а. Ну понятно тогда. Пусть с рыбкой поиграет. Это моя птичка стройная. У вас тут что, зоопарк в моей квартире? Да нет. Ну что вы. Ну просто я ему... Курочку готовлю. А почему стройная? Да просто... Курица худая попалась. А-а-а. Ну ладно. Ладно тогда. Курицу. Э-э-э, неотразимая, иди скорее ко мне. Я уже не могу. Чего это он там не может? А? Кушать очень хочет. Я же говорю, курочку готовлю. А-а-а. Ну ладно. Ну, надо покормить тогда брата. Что же он... Ну где... Где же губки твои нежные? Так. А это как понять? А это... А он на кухне. Посуду моет. Спрашивает, где губка для мытья. А-а-а. Хозяйственный у вас брат. Да. Он такой у меня с детства. И помоет, и почистит, все покрасит. Да. Повезло с братом. Возлюбленная моя королева ненаглядная. Радость души моей. Повелительница сердца моего. Красавица, богиня, любовь всей моей жизни. Хочу тебя обнять и расцеловать. Радость. Простите. Это он... Кому? Ну, не мне же. Это он, наверное, по телефону разговаривает. Жене звонит. Надо же. Вот это любовь. Да. Хороший у вас брат. Знаете, пусть он почаще к вам заходит. Спасибо. А я, пожалуй, пойду. Да. Не буду вам мешать. Идите. Пойду. Да, до свидания. Да. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Эй, зайка! Ну, ты где? Ну, просила же тебя потише. И вообще, вставай уже. На работу пора. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!